Продолжение следует... Алгоритм выбора оперативного метода лечения рецессии одиночных с учетом классификации по Миллеру, классификации уболезубного сосочка по Тарну и показателей, которые не входят в обе из перечисленных классификаций. Итак, разберем детально использование данной таблицы. Цветовая кодировка выполнена для вашего удобства, для того случая, когда вы могли бы посмотреть, в каком или ином варианте перекрещивается вариант оперативной методики. Итак, первый класс рецессии по Миллеру, глубина рецессии 2 и менее миллиметров или до 2 миллиметров. Если у вас прикрепленная десна отсутствует, то метод является корональным смещением одной или двухслойной методики со свободным десневым детализированным трансплантатом или твердой мозговой оболочкой. Дальше, первый класс, глубина рецессии до 2 миллиметров, прикрепленная десна менее 3 миллиметров. Это опять будет двуслойная методика, исходя из дальнейших показателей. Например, если у вас прикрепленная десна менее 3 миллиметров, но, например, биотип более 1 миллиметра, тогда вам рекомендован любой метод коронального смещения однослойной методикой. Если у вас прикрепленные десны, то есть ширина картинизированной десны, опекальная 3 и более миллиметров, вам рекомендован корональное смещение под однослойной методики. Но если в этом случае образие зубов, твердых тканей зубов присутствует, тогда будет корональное смещение с реставрацией твердых тканей. При классе рецессии первом, ну где глубина рецессии более 2 миллиметров, при наличии образия твердых тканей и наличии прикрепленной десны 3 и более миллиметров, вы будете применять корональное смещение двуслойной методикой с твердой мозговой оболочкой и реставрацией твердых тканей. И также по вот этому логаритму вы можете выбирать, соотнося свои показатели с учетом классификации и тех показателей, которые не учитывает классификация, любой метод, который вам подскажет эта таблица. Единственный класс, в котором отсутствует метод лечения, как стопроцентно рекомендованный, это четвертый класс рецессии по Миллеру, убылью междузубного сосочка Тарно третьего класса, который возможно прогнозировано выполнить только при условии латерального перемещения, где это будут, да, такие шиловидные, такие острые, высокие рецессии. В обоих случаях это будет с применением свободного десневого трансплантата или направленной тканевой регенерации. В остальных случаях четвертый класс субылью сосочка по третьему классу операбельно непрогностичен. Когда мы говорим о вот этих операциях, мы все-таки даем какой-то прогноз пациенту результата. Мы говорим о том, что 87% поверхности корня мы сможем закрыть, потому что это рекомендация из ШУР. Это эстетические шкалы закрытия поверхности корня. В данном случае такого прогноза мы дать не можем, поэтому эти графы пустые. Методы лечения для таких пациентов существуют, они не подлежат пока что классификации и использованию в данном алгоритме. Хотела бы обратить ваше внимание на желтую кодировку. Это метод латерального смещения в однослойной методике или двуслойной в третьем или четвертом классе. Это особенный протокол. Он выбирается только при наличии узкой шаловидной рецессии, где ширина прикрепленной десны латеральна, в наличии 6 или более миллиметров. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим протокол операции коронально-опекального смещения цельскостичного лоскута в целях устранения одиночной рецессии. Корональное смещение. Показания. Первый класс по Миллеру – однослойная методика. Может также в работу при неменяться и при высоком уровне крепления, и при рецессиях в области одного или двух зубов. Второй класс по Миллеру – двуслойная методика с учетом ширины прикрепленной десны. То есть это будет всегда двуслойная методика. Мы рассматриваем прикрепленную десну как условие для использования того или иного пластического материала. Третий класс по Миллеру – двуслойная методика. Всегда применяется со свободным деснивым дебетализированным трансплантатом. Прогностически устранение рецессии в области третьего класса методом коронального смещения будет ниже результат, чем при втором и первом классе по Миллеру. Сейчас на примере этой фотографии мы решим с вами клиническую задачу. Итак, давайте поставим диагноз на основании представленных показателей и измерений на фотографии. Отсутствует прикрепленная десна. Уболь сосочка до 1-2 высоты. Соответственно, это третий класс рецессии. Наличие образия твердых тканей зубов – это усугубляющий показатель, который не учтен в классификации по Миллеру. Пользуясь алгоритмом выбора оперативного метода лечения рецессии десны, мы находим выбранный нами метод. В данном случае это будет корональное смещение лоскута с применением свободного десневого доэпитализированного трансплантата. На данном слайде вам представлена парадонтальная карта, которая заполняется для каждого пациента, которому проводится оперативное лечение рецессии десны. Первая зеленая колонка выделена как исходное клиническое состояние. Следующая желтая колонка – это состояние через 3-4 месяца после оперативного лечения. Оранжевая колонка – это состояние через 6-7 месяцев после оперативного лечения. И розовая – это состояние тканей парадонта через 12 месяцев после операции. Какие же показатели учитываются в парадонтальной карте? Итак, ГР – глубина рецессии, ТКД – толщина керодионизированной десны, ШКД – ширина керодионизированной десны, РРД – это новый для вас показатель. Это расстояние от режущего края до десны в зените, то есть измерение настоящей клинической коронки до уровня десны, РРД. И за ДК – зубодесневой карман. С левым в столбике перечислены номера зубов от 17 до 27 и от 37 до 47. На данном слайде вам представлен пример заполнения таблицы у фактической пациентки. В самом крайнем левом столбике помечено, в каком случае применялся данный, какой пластический материал. Где-то применялся аутотрансплантат, где-то принималась твердомозговая ополочка. Также здесь есть проанализированный уже процент закрытия поверхности корня и классификация рецессии десны после лечения. Это пример заполнения исходного клинического состояния с учетом класса рецессии парадонтальной карты пациента, которому будет проводиться оперативное лечение рецессии десны. Продолжение следует...